Приём-приём, друзья, на связи Жедимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня мы получили очень странное аудиосообщение от военных. Оно действительно повергло нас в шок. Они сообщили о том, что на их поселение, вернее на временный палаточный городок, напало огромное количество предателей монгасов. Абсолютно различных, различных цветов. Чем это обусловлено, мы пока что не знаем. Но как только мы это услышали, мы похватали всё, что у нас было под руками, и сразу на вертолёте помчались на место событий. Но как только мы туда прилетели, мы заметили то, что мы всё-таки опоздали. Но мы верим то, что какая-то группа военных всё-таки ещё до сих пор жива, и ожидают нашей поддержки. Так что прямо сейчас влепи лайк под этим роликом, чтобы хотя бы один военный остался жив. А если ты ещё не подписан на канал, подписывайся прямо сейчас, чтобы потом отсюда ничего не пропускать. А также в комментариях пиши, какой подарок на Новый год ты бы хотел получить. Заваривай чаёк, готовь вкусняхи. Будет интересно. Приятного тебе просмотра. Мы прилетели. Посмотри. Это то самое место. Военные сказали то, что на них ночью напали эти монгасы. Они все были абсолютно разного цвета, и они все оказались в конечном итоге предателями. Нужно что-то с этим сделать. Вот именно, вот именно. Но я не знаю, надеюсь то, что... Надеюсь то, что не все монгасы всё-таки такие предатели, и есть всё-таки среди них и хорошие ребята, так скажем. Короче, вертушку сажаем, и они где-то должны находиться внутри эти военные. Вот внутри этого вулкана, либо ещё где-то там. Так, ты собаку с собой взял, надеюсь, свою? Чтоб она это, если что, унюхала, так скажем, солдатов всех и так далее. Так, погоди, только вниз туда не спускайся, я уж там видел кого-то. Не спускаюсь. Так, всё, давай-давай, слезай-слезай. Можно слезать. Так, сейчас я снайперскую винтовку сразу подготовлю. Так, вот сюда и вот сюда. Так. Боже мой, Нубик, мы с тобой, походу, это, опоздали. Ты посмотри, они на земле лежат и даже не шевелятся совсем. Мы их ещё спасли, а они нас просили о помощи, а они предателями все оказались. Согласен. Слушай, там эмонгасы какие-то, наполовину бирюзовые, наполовину красные, наполовину красные, наполовину зелёные. Кстати, что, не помнишь, когда мы их спасали, таких не было цветов, а они все одноцветных. Может, они ещё вызвали кого-то. Не понимаю, я не понимаю. О, смотри, 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 на меня атаковать начали. Ты видишь? Прямо сюда на меня бегут. Так, Нубик, ну что, нам, походу, придётся в любом случае стрелять. Посмотрю, у них у каждого в руке ножик прямо есть. Обалдеть, они злыди никакие. Так, давай, сейчас мы их запарим, тут задавим просто, я не знаю, как... Слушай, а помнишь, когда мы их спасали, у них же не было вот этих эмонгасиков, которые... Двухцветные, ты имеешь в виду? Которые наполовину зелёные, которые наполовину красные. Конечно помню. Может, они уже подмогу вызвали? Я не знаю, у меня такое чувство, как будто бы появился какой-то один заражённый эмонгас, непонятно чем, и укусил другого. И тот, который бирюзовый укусил красного, они стали как-то наполовину другого цвета. Но это чисто как предположение. Слушай, а что они такие сильные, я понять не могу, сколько в них стрелять-то можно? Что-то совсем, да? Это вообще... Жесть какая-то. Так, у меня уже 200 патронов закончилось, кстати. Лезут, лезут. Единственный вопрос сейчас остаётся, а хоть кто-нибудь из военных остался жив или нет? Я просто никого не вижу живых даже совсем. Так, сейчас я... Так, всё. Я ещё заметил то, что тут таблички есть. Таблички? Кстати, возможно, это подсказки от военных, так что мы сейчас это с тобой проверим. Так, ладно, давай... Жак военных. Сейчас эту толпу с тобой. Уй, у тебя собака упала вниз, ну бег собаку твою атаковать начинают. Ай, давай, давай, давай. Аккуратнее, аккуратнее. Я сейчас не эту собаку, реально. Она у тебя как воин настоящий. Посмотри, она, по-моему, сильнее, чем ты даже. Хе. Может, надо было с тобой... Так, я гранату кидаю в эту толпу. На. Ой, Нубик, Нубик, аккуратнее. Тебя бьют. Тебя бьют. Ножом, ножом бей. Не спи. Ну в сторону. Ай, всё, я упал, Нубик. Я упал, мне капец, походу. Так, тихо. На меня огромная... Не трогайте Гошу. Огромная толпа имонгазов. Какой Гоша, ну басос? Тебе что, Гоша дороже меня, что ли? А, так... На меня толпа гигантская тут напала. Спасай меня. Гошу окружили. Окружили, окружили. Смотри, чтобы тебя тоже не окружили ещё. Смотри, Гоша их бьёт. Молодец, молодец. От него реально пользу больше, чем от тебя даже. Слушай, Шэзи, у меня ещё один вопрос есть. Фух, что? Как? Как? Они победили военных, если у военных мощные автоматы? Так, ты видишь, они какие сильные? Ты видишь, какие они сильные? Мы не знаем, сколько патронов в них потратили. Итак, пойдём прочитаем, что написано здесь. Давай, читай, короче. Я тебе эту честь предоставлю, чтобы ты сам, ну басовски, это сделал. Шэзи и Нубик, мы ждали вас до последнего. Мы ушли в сторону берега и оставили подсказки. Надеюсь, вы доберёте. Ждём вас там. Нужно успеть до наступления темноты. Наступления темноты. Мы не успели. Мы не успели, Нубик. Но кто-то написал эти записки, так что есть шанс. Какие-то военные ещё живы. Давай внимательно сейчас всё здесь обыщем, потому что, смотри, тут есть какие-то тёмные ящики, и в них, в них находятся всякие стройматериалы. И мне кажется, то, что их мимо себя пропускать точно нельзя. Так, слушай, у тебя же, у тебя есть рюкзак же, да, получается, с собой? Так. Смотри, у меня просто уже и так места нет, и тот рюкзак у меня забит. Я тебе сзади оставил достаточно много мешков с песком. Ты их с собой возьми, чтобы потом мы с тобой это, не забыли всё это дело. Слушай, есть у тебя рюкзак, надеюсь, ты же его не забыл? Так, нет. Не забыл? Ну всё, тогда отлично. А то класть бы было просто некуда. О, тут ещё, кстати, железные блоки есть. Железные блоки тоже возьми. Нубик, посмотри, тут очень много лестниц есть, и очень много есть всяких этих... Какие-то кровати, медикаменты. Возьми, возьми себе. Ага, хорошо. У меня всё, я себе место оставил, немного отвёл ещё, чтобы можно было хоть что-то класть. Ну можешь ещё блоки взять? Нет, я все супер много взять не смогу. Ты понемногу бери. Так, ты кровати забрал все? А что ты не забрал-то ничего? Забирай давай. Так ты в рюкзак положи, в рюкзаке-то место дофигища должно быть. Ты же его не забыл. Вот, тем более. Так что проблем не должно быть с этим. Давай, хватай там всё, что есть. Так, у меня тут просто у самого места вообще ни о чём остаётся. Так, короче, я взял ещё одну кровать и одну капельницу. Всё. Больше места у меня нет. Так, ладно, могу ещё взять вот пилюльки какие-то тут непонятные. Пускай они у меня тоже будут, мало ли они понадобятся нам, и можно ещё, в принципе, вот так сделать. Всё. Самое важное взяли, потому что ты смотри, больницу тебя строить. Я основное здание, если что, буду строить, потому что, судя по всему, нам с тобой придётся сегодня остаться в этом острове и найти этих военных. Так, как нам подняться-то здесь? Погоди. Вот, здесь, по-моему, можно подняться как-то или... Стой, а где можно подняться? Погоди, тут чё-то всё как-то уклоны какие-то очень резкие. Так, и что касается табличек. Тут говорилось то, что якобы ищите какие-то подсказки. Как ты думаешь, что это за подсказки такие могут быть, которые мы с тобой... О, тут ещё эмонгасы на холм поднимаются. Нас с тобой, походу, это, караулили, пока что мы тут внутри всем этим делом занимались. Мы даже их не заметили. О, погоди, это, случайно, не подсказка? Посмотри. Столб из песка стоит прямо посередине из мешков. Так. Значит, где-то второй столб. Где-то второй должен быть. Ну, давай искать второй столб. Там второй, я вижу второй. Я, кажется, понял. Так, сейчас... Да, видимо, эти холмы ведут нас прямо вниз горы. Ну, вот именно. Логично то, что они вниз ведут, капитан очевидный снобосос. О, я третий вижу. Третий видишь. Ну, всё, мы с тобой, походу, напали на след. Ты даже совсем-совсем без твоей собаки. И твоей помощи от неё даже не потребовалось вообще. Так, всё, идём. Вон, вот, всё-всё-всё. Всё правильно. Столбы продолжают идти дальше. Только уклон становится всё больше и больше. Так что, смотри, не шлёпнись, а то от тебя единственное, что останется, это лепёшка и мокрая... Вернее, мокрая лепёшка и сухой памперс какой-нибудь. Вот и всё. А знаешь что? Что? Когда мы на машине ездили ещё... Ну, я не помню, мы же много кого спасали. Да-да-да, конечно. Когда мы на машине кого-то спасать ехали, я такой, перед тем, как ты собирался, проверил шину, а шина лепёшкой стала. Ну, Басос, ну это, на самом деле, это вообще очень серьёзная ситуация у нас была. Так, я вижу, я вижу военных, есть, мы нашли их. Я вижу одного, одного хотя бы вижу. Да, это капитан, походу, остался, у него форма отличается по цвету. Так, эх, товарищ капитан. О, наконец-то вы подоспели, ребятки. Я думал то, что вы это, уж не приедете за нами. Я последний, кто остался. Здесь боец в углу лежит, у него крайне тяжёлое состояние. У него кровоточить, рана очень сильная, ему аптечка нужна. Сейчас я ему помогу. А что дальше-то делать, каков дальнейший план действий? Дальнейший план действий? Я вам оставлял таблички сверху. Нужно построить к ночью убежище, потому что ночевых станет ещё больше. А потом, получается, это. На вертолёте улетим, мы же на вертолёте. Да, мы на вертолёте. Блин, Нубик, мы тупанули с тобой, надо было на вертолёте... На вертолёте надо было спускаться сюда с подсказками. Зачем мы там вертушку оставили? Надо потом подниматься. Ну вы даёте, конечно, ребят, ну вы чего? Ладно, справимся, у нас собака, если что, есть. Нифига вы тут, конечно, товарищ капитан, постреляли. Тут эти эмонгасы просто повсюду. Во-во, дикие ребятки. Ладно, начинайте пока что строительство. Я буду следить, чтобы нас это, не атаковали и так далее. Понял, хорошо. Так, ну чё, Нубик, давай начинать тогда. Я думаю, то, что нужно основательно подготовиться. Я сейчас сделаю железный фундамент. Вот, и... А давай, давай! Что ты? Железный фундамент. Ну давай, давай, я сейчас выкупаю, а ты можешь пока что то, что я выкупал, вместо этого ставить, получается, железные... Я выкупал. ...всякие материалы и так далее. Так вот тебе, это, видишь, собака тебе мешается. Ну чё, команда у тебя не знает, что ли, никакие? Чё она тебе, это, прессует постоянно? Чё прессует? Ну вот, мешает тебе что-то делать, там я смотрю. Ой, мне даже мешает. Так, этот, как её зовут? Повтори, пожалуйста. Гоша. Гоша? Да. Это Григорий, что ли, или что это такое получается? Она девочка. Ой, она мальчик. Что? Девочка с именем Гоша. Ну, Вик, я тебя понял. Вот, ты, конечно, очень интересный. Ну, Гоша же бывает такое женское имя-то. Ну, не спорю, конечно, не спорю. Я ничего против этого не имею. У нас в Нубасосе так принято. Так, принято. Хорошо, я тебя понял. Я тебя понял. Это, видимо, ваши традиции, какие-то обычаи. Так, ну что, я начинаю тогда строительство. Так, я же... У нас принято, ну, Васосе называть собак. Так, стоять. У тебя двери есть? Двери? Да. Так, сейчас посмотрю. Ты же, надеюсь, это, не забыл их взять? Сейчас, посмотрю. Так, вы здесь тоже поставь, видишь, железные блоки, где я сейчас выкопал. Просто надеюсь, что мы с тобой это, все-таки не налажали и двери с тобой не забыли взять, потому что это не очень круто будет, так скажем, мягко говоря. Ну что, у тебя есть они? Сейчас я посмотрю еще раз. Давай, давай, там в рюкзаке своем посмотри, может быть, я там где-то что-то... А то, смотри, ты сейчас это, побежишь прям наверх холма, получается, заново. Интерьер тут. Так. Так. И все? Нет, что ли, получается? Да. Ну, Бек, ну как так-то снова? Я понять не могу. Ты что? Почему ты такой невнимательный, постоянно все забываешь взять? Ну сколько можно уже? Это мы сколько раз уже, наверное... Это просто дефолт. Вот серьезно, это происходит постоянно. Ни дверей, ничего у нас никогда нет. Спасибо кому? Конечно, спасибо Нубососу, который просто решает то, что это совсем бесполезная вещь. Ящики тут какие-то есть. Ящики тут какие-то. И что там в этих ящиках? Так, ну-ка, сейчас посмотрим. Погоди. Решетки, едабы... О, в магазине даже на мой пулемет есть. Кстати, а вот как тебе и вариант склад какого-то временного хранения, чтобы можно было туда, если что, что-нибудь прятать, так скажем? Может, я решетки возьму и поставлю вместо этого? Решетки? Ну, я же тебе говорю, нам придется снова потом заколачиваться. Как-то так. Просто мы постоянно... У нас это происходит. Постоянно мы заколачиваемся и так далее, и тому подобное. Так, ты дай мне, пожалуйста, пока что где-нибудь примерно 64 железных блока, потому что я хочу перекрытие между этажами тоже сделать железными. Потому что так будет надежнее. Так, сюда поставим. 64 железных блока. Так, давай, сейчас так. Возьми. Еда там, если что, еще имеется. Все имеется. Да, имеется много еды у нас. Там все пайки всякие у нас есть. Я понял. Окей. Так, тогда, наверное, все-таки проживем. Надеюсь, то, что проживем. Чего, видишь, не слушает тебя собака. Не понимает никакие твои команды, ничего. А вот потом это, тебя эмонгаз за ногу схватит. Я ее вот так вот здесь, я ее отодвинула, она мне, а она, получается, отошла. Представляешь? Ну, отлично тогда, отлично. Так, смотри, я тебе это еще капельницы, всякие столики, пилюльки скидываю и свет. Мне тоже есть. Чтоб ты тоже занимался светом и всем остальным. Так, ты можешь, в принципе, на первом этаже уже что-нибудь там построить. Либо больничные какие-нибудь палаты. А я уже дверь придумал. Дверь придумал? В смысле, как ты ее сделал? Из чего? Вот. Так, сейчас посмотрю, что там за дверь сделал. Сейчас только второй этаж надо до конца все-таки построить, чтобы здесь было все намного надежнее, чем на первом этаже, скажем так. Вот, всякие у нас пилюльки тут. Так, сейчас. Я, наверное, здесь поставлю кровати всякие, да? Ну да, да, конечно, чтобы раненые солдаты у нас, так скажем, были в безопасности. Привет. Так, кто там? Я, кстати, вот этого военного немножко излечею. Попробовал даже излечить. И чё, помогло? Чем ты его лечил-то? Пукачом волшебным, что ли? Я, кстати, лечил. Ага, ну это другое дело. Тогда, тогда можно, тогда можно. А то уж я подумал, ты там свои эти пукаческие гиперспособности начал активировать потихонечку. И честно говоря, мне даже немного не по себе после этого стало, как я про это подумал. Так, здесь продлим лестницу на третий этаж и думаю, то что, да, ну джунгли, конечно, здесь просто грандиозные. Ты посмотри, каких они масштабов, то что тут деревья настолько высокие, что, наверное, можно было на это дерево залезть и даже совсем базу нашу не строить. Я вот только что об этом подумал, почему бы и нет, кстати, на самом деле. Так, все, здесь готово. Так, и, к сожалению, не получится сейчас сделать. Так, я лампочки сейчас поставлю. Так, давай, ставь лампочки. Так, нет, ну мешки с песками, мне кажется, все-таки от нашествия монгасов нас должны выручить по-любому. Потому что они, я вот сейчас еле-еле могу их как-то ломать, на самом деле. Так, у тебя сколько железных блоков еще осталось? Так, железных очень много. Очень много? Все, давай мне тогда. Все прям? Все, что есть, да, у тебя. Ты где-то находишься? Так, я что-то потерял на втором этаже. Так, оставь на втором этаже. Так, давай, сейчас я все это дело вот таким образом забираю. Смотри, моя песня. Так, и сделаем, получается, здесь адекватный, так скажем, этаж и даже крышу, судя по всему. Да, пускай крыша будет на всякий случай. Так, а что касается ловушек всяких приспособлений, у нас что-то было? Я уже не припомню. Так, сейчас посмотрим. Смотри. Так, я еще в ящиках на всякий случай загляну. Да, да. А, по-моему, кстати, в ящиках и было что-то. Если мне память не изменяет сейчас. И что, там ничего не было, что ли? Нет. Не было. Так, я понял. Значит, мне показалось, либо мы с тобой все-таки забыли даже ловушки на этот раз взять, которые остались прямо, получается, на самой высокой точке в этом месте, которая здесь точка только есть, вернее. Так, ну что же. Так, это вот так будет. Так, со стороны у нас лестница. Так что сделаем что-то вроде вот этого. Что у тебя произошло? Мне нравится, как у меня получается. Так, ну, главное, чтобы это все выстояло, потому что мы пока что всей силой монгасов не понимаем, по крайней мере, и я. И мне становится немного не по себе. От того, что мы увидели сверху, что там происходило с этими военными, становится реально прям страшно достаточно. Да, у этих военных были спецавтоматы, у них всего лишь ножики какие-то были. Вот именно, вот именно. А чтобы ножиком задеть, нужно еще догнать. Догнать. Ну, они, видимо, достаточно быстрые, и опять же, как я повторял ранее, они действительно прям очень-очень живучие, эти монгасы были. Так, вроде я тут вот обустроил. Вот это для пациентов, которые просто простудились, вот это для перелома. Да, простудились, Снубик. Мы с тобой прилетели на остров, где тут солдата вживую практически съели, ты говоришь, простудились. Ну, ты даешь, конечно. Вот нормальная дверь почти. Ну, отлично, мне кажется, хоть как-то в заблуждение монгасов это введет, если что. Сейчас я еще что-нибудь придумаю с дверьми. Окей. Так, у нас, конечно, такое очень... Дай. Что? А, эти решетки? Так, на тебя, забирай все решетки. И я все-таки по поводу ловушек думаю. Куда же не это? Подевались-то, и как мы могли их так просто не взять? Это очень странно, потому что... Кстати, у меня на втором этаже что будет? У меня-то не слишком много всего было. Так, на втором... Ну, не знаю, можно. На втором этаже я вообще планировал то, что мы там отстреливаться будем. Так что это? Думаю, то, что все в порядке будет. Так, ребятки, давайте закругляйтесь. Нужно готовиться к ночи. Запирайте двери. Все, давайте собаку внутрь затаскивайте. Они внутри. Они пробрались. Так, Нубик. Какого фига? У тебя собака снизу осталась. Они реально пробрались. Так, товарищ капитан, аккуратней, аккуратней. Нубик, я внутри со всеми сам разберусь. Ты пока что отстреливай те, кто это. На улице, получается, остались. Товарищ капитан, давайте, заходите, заходите. Ядрен Батоныч, я теперь понимаю, как они не смогли устоять с автоматами. Да-да, я теперь тоже понимаю. Я уж хитрен, Батоныч. Тут действительно было слишком сложно. Купец. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Мы с... Ой, ну, Басос, я чуть тебя не попал. Так, мы справимся. Мы справимся. А что, где? Погоди. Куда они пропали-то все? Они как-то кучку... А, вот они, а, вот они где. Я думал, то, что они пропали уже куда-то. Они, оказывается, с этой стороны все стоят. Посмотри. А все нормально с Гошей. Все, я не знаю. Где? Я не знаю, он не отзывается, по-моему. Позови его, я его не слышу. Даже как он лает совсем. Так, что ж такое-то? Так, ну, Басос, давай перекидывайся на эту сторону аккуратнее. Я помогаю. Помогай, помогай ему, помогай. Их очень много. Давай. Я на второй пойду. Ты видишь, сколько их с этой стороны, с другой противоположные от входа нашего? Я вижу, я и на второй. Ой, тихо, сильно не вылази, я сейчас снова в тебя чуть не попал. Ты прям сильно вылазишь, и это... Едва-едва чуть в тебя пульки не залетают. Так. Хорошо, я чуть-чуть зайду назад. Мать его предатели, эмонгасы, что с вами только не так-то? Ну, я тебе... Ну, это нормально. Мы их еще спасали, а они еще откуда-то пришли. Не-не-не, это просто есть эмонгасы-предатели, а есть обычные. Ты же сам об этом великолепно знаешь. Именно на этот раз, видимо, они же визуально никак не отличаются. Вот поэтому военные прилетели на этот остров, и в итоге оказалось то, что здесь эмонгасы, оказывается, все предатели. Ну и такой подставы они, естественно, никто из них совсем не ожидал. Так. Все, по-моему, толпа поменьше становится уже. И плюс там, почему они не выжили? Да потому что там бежать было некуда, и построиться нельзя было. Они же в замкнутом круге находились. А мы сейчас, получается, намного в лучшей позиции находимся, нежели чем те военные. Кстати, ну как-то моя собака выжила, хотя три эмонгасы зажали ее в углу вообще. Ну, она у тебя бойцовская собака, как-никак сильная, я думаю. Так скажем, она у тебя и огонь, и воду, и очень многое прошла, наверное. И поэтому она совсем не боится уже ничего. Так, тихо. О, вот их немного остается. Все, справились, походу. Я на первый этаж, пожалуйста. Походу все-таки получилось с ними со всеми справиться. Так, они прям, прям возле здания, ведь все ходят сейчас. Но это ничего страшного. На, получай. Кстати, я заметил то, что они блоки не могут взломать. Блоки, еще бы они... Ой, у тебя собака вывалилась снаружи-то, оказывается. О, смотри, смотри. Стой, пускай один на один. Смотри, один на один. О, нифига, прям, прям при мне собака твоя победила. Так, вот рассвет, кстати, уже тем временем. Очень быстро. Так, все, все живы на девять. А здесь еще один остался какой-то, смотрите, он прям через блок лезет. Нубик, тут реально этот, через блок как-то лез. Так, смотри, смотри, вот он, вот он. Нифига себе. Ты говоришь то, что блоки не могут ломать. Да они, походу, насквозь умеют проходить. Так, ну что? О, нет. По-моему, это, справились. Ну все, давайте теперь улепетывать отсюда. Да, действительно. Теперь нужно еще назад подняться. И как-то отсюда свалить. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. Думаю, то, что в конечном итоге... Да, конечно, очень много военных полегло, но... Главное то, что мы хотя бы одного нашли, и даже второго, который сейчас находится в тяжелом состоянии. Так что мы больше не смеем задерживаться. На связи был Шадимен, мой друг Нубосос. Всем удачи, хорошее настроение, не болейте. С наступающим вас Новым Годом. Мы полетели. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья.